Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Core Keeper, и в прошлой серии мы построили две фермы мобов, да, где автоматически фармятся всякие разные существа из мира Core Keeper. Первая ферма, которая нам больше всего нужна, это ферма вот этих вот кристальных мобов, и тут еще эти роботы инопланетные тоже приходят иногда. И примерно за 2 часа, я в АФК постоял немного, ну, да, не густо, не густо. 8 камушков за 2 часа примерно выпало нам. Нам вроде бы не так уж много и надо, давайте сейчас посмотрим. Семнадцатый, есть у нас что-то, что-то девятнадцатого, восемнадцатого, вон дубинка есть. Идем посмотрим, что, как она по улучшению, сколько, сколько стоит камней. Я надеюсь, цены на все остальное будут одинаковыми. Так, куда я все это повыкидывал? Вот сюда, да, понятно. Так, 3 камушка есть. Сейчас мы тут порядок наведем. Тут, да, с этой фермой, сейчас мы, сейчас мы к ней вернемся. Там много всякого барахла фармится, конечно. Так, что нам, значит, надо для того, чтобы улучшить? А, нам нужны слитки сначала. Да, которых у нас нет. И, может быть, потом на... А, да, девятнадцатый уровень это последний. Ага, то есть, в принципе, все. У нас двадцатого уровня, по-моему, улучшений нет, если я не ошибаюсь. То есть, в целом, неплохо выходит, кажется. Так, давайте шапку улучшаем. На... С семнадцатого на восемнадцатый нам надо... Получается, красный камушек. На следующем улучшении мы получим 0% к шансу уклонения. Да, не густо. Не густо. Но 5 хп еще получим. С каждой шмоточки это 15 здоровья. Так, сумку, наверное, мы не будем улучшать. Что мы еще улучшить можем? Фонарь. Фонарь. Зеленый, синий, красный. Ясно. А потом уже руда. То есть, нам три камня надо для того, чтобы улучшить один предмет. Окей. Блин, сила освещения так и не увеличилась. Зараза. Пятнадцатые... Колечки. Но тут нам получается, наверное... Хотя три здоровья прибавится тоже, в принципе, неплохо. Десять здоровья и 2% уклонения мы получили. С улучшения кольца. Ну, красного нету больше. Окей. Итого у нас... Где у нас уклонение наше? Вот, девяносто процентов, так. Шестьдесят девять, почти семьдесят процентов. Даже без учета стояния на месте. Да. Окей. Ну, ферма, в принципе, работает, да? То есть, можно еще будет оставить там на... Сколько-то часов, чтобы собралось немного камушков еще дополнительно. И... Ну, в принципе, нам не так их много нужно, да. Это наша топовая эндгеймовая броня. Ну, может быть, штаны еще, да? Штаны ниндзя. Ниндзя, если мы достанем, будет замечательно. И... Оружие... Блин, да, надо было еще, может быть, кинжалы улучшить. Или что-нибудь еще. Что у нас? Где наш арбалет шестнадцатого уровня? Да, сюда тоже можно было камушки потратить, в принципе. На какое-то из оружий. Ну, короче, есть еще пару предметов. Плюс еще мы, может быть, найдем из боссов. Выбьем что-то полезное, интересное, что захочется улучшить. То есть, ну, нам эта ферма нужна. Это намного все-таки лучше. Тем более, пока мы там будем боссов ходить искать. И... Что-то тут нафармится. Из полезных ресурсов, да. Из вот этих вот камушков. А вот это вот все можно будет разобрать. Семена можно будет посадить. Больше зелий сделать, если нужно будет. Вот. И вот эти штуки продаются неплохо. Да и предметы можно, в принципе, тоже попродавать будет. Потому что нам руда это особо не нужна. Вот. А здесь... Здесь все немного сложнее, конечно. Тут нам нужна автоматическая сортировка. Чтобы все вот это барахло, которого здесь очень много собирается. Всякого разного, да. Чтобы оно все сортировалось по сундукам. А не валялось на земле. Потому что все сундуки здесь у нас забиты уже. И забиваются они очень быстро. Потому что здесь очень много всякого хлама падает. И нам нужно это дело в первую очередь сейчас реструктуризировать. Но за, получается, несколько часов мы собрали по 70 слизи. Причем так довольно ровненько. Слизь, по идее, должна вся... А нет, слизь сюда еще тоже пошла. Ага. Ну, короче. Надо сейчас это все будет сделать в нормальную сортировку. Да, и тогда будет более понятно, что мы... Что мы собираем отсюда. Турели здесь нам все поломали, да. Турели ломают. Ребята писали вот эти летающие... Не бабочки, а они, ну, в общем, огненные такие штуки. И... Может, эти кто-то, кстати, тоже на Турели агрятся. Ну, короче. Суть в том, что... Вроде бы как, во всяком случае, как писали в комментариях ребяток прошлой серии. Если игрока рядом нет, то они Турели не должны ломать. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что они тут просто все будут умирать от радиации. Пока будут доезжать до... До сюда. Потому что вот эта часть Турелей, она закрыта от... Взора летающих, стреляющих всяких. А... И они вот эти Турели издалека отсюда сносили, мне кажется. Поэтому... Если здесь поставить стенку, то на самом деле, может быть, получше будет. И тогда можно Турели здесь будет оставить. Но посмотрим, посмотрим. В любом случае, это такое. Но мы можем уже, да, сделать довольно много себе зелий лечения. С того, что мы нафармили. Это, в принципе, тоже нам надо. Это, наверное, самое... Нужное для нас. Это слизь оранжевая. Не оранжевая, а фиолетовая. Чтобы зелий лечения делать. Так, ну, сейчас надо навести порядок в инвентаре. И... Заняться автоматической сортировкой. Блин, но есть проблема. У нас закончились большие сундуки. Только два осталось. Нам надо пойти пофармить сундуки. Никогда не думал, что... В какой-то игре придется фармить сундуки. Да. Давайте посмотрим. Может быть, мы вот отсюда сможем забрать... Призывалок. Да, парочку идолов призыва короны тут выпало. Здесь можно... Поставить эту... Верстак для разбора всего вот этого барахла. О! Урожайность. Эта шапка нам здесь не нужна. Здесь это есть. Хорошо. Что еще тут интересного? Вроде больше ничего интересного нет, да? Можно, в принципе, все разбирать. Три ключика. Это у нас галакситовая вроде, да? Галакситовая. Прикольно. По шмоткам мы, наверное, все тут разбираем. В любом случае, если нам... Что-то будет еще нужно из этих шмоток, то... Ну, оно выпадет еще очень много раз. Поэтому... Все можно смело разбирать здесь. Главное, чего-то своего не разобрать, что нужно. Так, хорошо. Ну, идем. Посмотрим, сможем ли мы призывать вот здесь короля слизней. Есть ему... Разница какая-то, где его призывать или нет. Вот этого короля. Идол призыва короны дам. О, да. Призывается. Отлично. Отлично. Двести восемьдесят три урона нанес все же. Сундуки у нас будут разноцветные, да, в нашей сортировочной системе. К сожалению. Но тут с него нас ничего, в принципе, не интересует, да. Нам только сундуки нужны. Вообще странный какой-то босс. Спавнит синих слизней, но когда прыгает, от него остается оранжевая слизь на земле, которую надо вам чистить потом. Так. Это мы выкидываем, это мы выкидываем, это можно выкинуть. Немножечко тут место освободим. Это у нас мелкие лечилки. Мы с ними сделать ничего не можем. Может продать его, они, может, денег будут стоить нормально, не знаю. Оставим пока. И давайте у нас еще есть девять призывалок оранжевых этих боссов слизней. Ну, они примерно такие же, да, по силе получается. И у нас еще, по идее, лавовый вот такой вот босс есть слизень. И может быть еще какой-то слизень. У нас много боссов слизней в этой игре. А, блин, эти еще травят и лечение нормально не проходит. Ага, когда я остановлюсь на фиолетовую слизь, то отравление активируется. Он похилился, по идее, немного. Вроде противники, когда из боя выходят, они хилиться начинают. А, еще ребята советовали сделать чакрам все-таки. Пойдем сейчас сделаем, наверное, для разнообразия посмотрим. Он, по идее, тоже должен быть быстрым, мне кажется. В плане скорости атаки. Может быть, у него будет урона больше, чем у этих кинжальчиков метательных. Посмотрим. Сейчас пособираем слизь, чтобы она тут новая спаунилась, когда в следующий раз будем босса бить. И возвращаемся домой. Давайте попробуем все это барахло продать торговцу нашему. Сундуки не продаем. Вроде бы все. Так, давайте посмотрим. Галакситовый. Ну, ладно, давайте попробуем. Улучшим его. Докуда сможем, да? 15% шанса крита. Здесь критический урон. 2,5. 2,5. Скорость атаки точно такая же. Но он еще будет отталкиваться, по идее. Ну, сейчас посмотрим, как это будет работать. Так, нам надо еще, да, починить на всякий случай кинжальчики, а то... Блин, как же быстро ломается оружие. Как же это отвратительно, что нет возможности увеличить его прочность. Даже когда вот улучшаешь, то прочность не увеличивается. Мне кажется, это плохой геймдизайн. Ну, давайте. Хоть нету 15% крита, но все равно критуют, в принципе, довольно часто. Их, слушайте, как их довольно много-то летает. Да, я был неправ. Когда сразу отказался делать это оружие. Весьма неплох. Чакрам этот. Почему в некоторых местах, например, на той же Вике, это оружие чакра называется? Ну, и здесь, кстати, тоже, да, это чакра. А в некоторых других чакрамом называется. Наверное, все-таки ударение на первое А. Почему где-то М в конце добавляют, а где-то не добавляют. Так, ну хорошо. В любом случае, еще 7 боссов впереди. Погнали. Инвентарчик быстро забивается. Давайте попродаем сейчас вот это вот все. Одну так точно можно продать. Одну поставим, эту фигурку одну. Продадим. Торт оставим. Может быть, какой-то другой еще питомец будет. Так. Да и это все продадим тоже. Барахло это все уже... А, да, и зелья я хотел продать вот эти. 160 копеек, не густо. Ну, все. Все призывалки я израсходовал. Давайте продадим. А вот на грудничку у меня, по-моему, такого не было. Штаны были. Давайте поставим сейчас эту трофеечек этот. Куда-нибудь сюда по очереди. Так. И... А, и шапки не было, кстати. Походу. Да, штаны такие точно были. Ну, ладно. Все это ерунда, как бы. По большому счету и ненужная. Так. Но у нас теперь есть сундуки. Сундуки, сундуки. 8 вот таких вот, да. И 4 таких. 8, 9 вот таких. И 4 таких. Может, 9 нам хватит. Может быть, хватит. Мы, в принципе, можем еще 3 призывалки купить. Слизней, да. И пойти еще 3 плюща грохнуть. Может быть, 9 нам этих хватит. Ну, как минимум на время на какое-то. Так. Давайте мы первым делом сделаем стол для разбора. Нам он там понадобится поближе, чтобы скидывать барахло. Может быть, кстати, один сундук для вот этого барахла, который мы при разборе получаем и оставим. Пусть в сторонке там стоит. Нам понадобятся провода. Нам понадобятся буры. Нам понадобятся, может быть, конвейеры. Нам понадобятся манипуляторы. Для того, чтобы сделать автоматическую систему сортировки всего барахла, которое у нас с нашей фермы идет. Что нам еще понадобится? Да, нам понадобятся... Где у нас электро... Всякие штуки. Логические схемы и схемы задержки. Нам, может быть, по одной штучке нужно будет. Но там посмотрим, как... Как вообще это все будет. И ручаги, чтобы все это дело запитать, да, тоже, как вариант. Можно, опять же, генераторы использовать, но... Генераторы работают точно так же, как ручаги, поэтому... Какой смысл в генераторах? Генераторы, это какая-то странная штука здесь. Учитывая, что, да, у нас нигде никакое топливо, ничего не используется. Генераторы вообще непонятно, зачем ввели. Можно было условно, да, считать, что мы тут, типа, Майнкрафт пародируем. И у нас местный редстоун тут, да, вместо электропроводов. Ну вот, и не заморачиваться. Непонятный генератор вообще, к чему тут в этой игре. Ну да ладно. Так, и... Теперь надо подумать, как это все должно у нас работать. Во-первых... Во-первых, надо вот от этого всего избавиться, черт. Ладно. Просто берем и ломаем. Да. Вот так вот. Избавились. Еще у нас два вот таких сундука есть, но... Они нам, наверное, не нужны будут. И нам надо все, что у нас здесь выпадает, на одну линию перевести. Поэтому берем сейчас... Конвейер. И отправляем... Все вниз, пожалуй. Куда-нибудь сюда. И, может быть, потом... С вот этих вот сундуков что-нибудь будем забирать, если захочется. Но, мне кажется, оно там особо и не нужно будет. Тут, получается, все вот это барахло выпало за конвейер. Ну, мы тут пробел пока поставим такой. По идее, все, что новое, у нас идет по конвейеру, да. Так. Теперь. Мы, наверное, вот тут пробел оставим. И потом... Поднимать будем, наверное, вот сюда. Ну, типа вот так. Только нам, на самом деле, не надо прям так далеко конвейер вести. Может быть, даже отсюда будем забирать. Короче, как в этой игре работает система сортировки? Так как у нас, ну, довольно ограниченные возможности в плане сортировки, мы единственное, что можем сделать, это, например, разложить по одному предмету всякого барахла в сундуке. Так. Чтобы только, например, семена здесь собирались. И, например, ну, мы, может быть, другие семена тоже еще добавим сюда. Посмотрим. Можно, в принципе, пока вот так вот сделать, что этот сундук у нас для семян исключительно будет. Не, вот эти тут оставим. И мы добавляем манипулятор, который будет забирать с конвейера, с вот этого. В принципе, он будет забирать все. Нам тут... Блин, это фиаско. Нам тут, в принципе, наверное, и не надо конвейер. Нам надо просто, чтобы сюда все подводилось, да? Все сбрасывалось. И сюда шло. Ну, чуть компактнее будет. Вот так. Повторяем процедуру с семенами. Вот. И, ну, потом можно, да, будет порядок здесь красиво навести. У нас сколько? 10-12 видов семян разложить, чтобы все-все-все семена, которые с фермы нашей выпадают, шли в этот сундук. Мы же сам манипулятор не можем настроить, что ему подбирать, что не подбирать. Он будет забирать все, что выпадает в этот тайл и скидывать в сундук. Так как в сундуке нет места ни для чего, кроме семян, все эти предметы будут оставаться на этом тайле. Над сундуком, условно говоря. И мы не можем поставить, например, рядом еще один манипулятор, чтобы забирать из этого тайла, потому что этот манипулятор будет забирать из самого сундука. Правильно? Потому что, опять же, мы не можем никак настроить сам манипулятор. Манипуляторы у нас глупенькие. Берут все, что под руку попадется. И нам нужно как-то сделать так, чтобы вот эти предметы, которые в сундук не попали, переходили на тайл выше. Вот сюда. И уже отсюда мы сможем забирать их и складывать в сундук. Как мы это только сделаем сейчас? Ну, то есть, как мы это сделаем, понятно, да? Нам нужен наш великолепный бур, потому что бур перетаскивает предметы. Но не просто бур, потому что если мы просто включим бур, да, то он поломает нам сундук. Нам надо как раз вот для этого использовать схему задержки, чтобы бур включался только на секунду. Тогда он не будет успевать поломать сундук, и все будет хорошо, по идее. И он будет перетаскивать раз в секунду, там, может быть, какое-то количество барахла из вот этого тайла сюда. И теперь... Или мы, получается, просто вот так вот ставим, да и все? Я просто думал, может быть, как-то компактнее немного сделать вот сюда, например. Давайте подумаем. Если мы сделаем вот так, то следующий нам надо будет делать вот так. Потом можно поставить манипулятор сюда. Какой-то не той стороной его поставил туда. Вот сюда, чтобы забирать отсюда и складывать вот в этот сундук, типа, да? Но нет, мы не будем так делать. Тут нам не нужно, наверное, будет прям очень много сундуков, я думаю, потому что большую часть барахла мы будем просто разбирать, периодически приходить. И мы делаем это все в один ряд, чтобы можно было удобно подходить и собирать. То есть вот так. Вот так. И получается на все 9 сундуков наверх. Вот таким вот образом. На все, что у нас есть. Такой у нас паровоз бесполезных вещей будет, да? Которые не будут попадать вот в эти сундуки. Вот как-то так у нас получается. Мы... Единственная проблема наша, что мы пройти вот здесь не можем. То есть, если захочется попасть на ту сторону, то надо будет это все обходить. Мы, жалко, варпануться не можем через вот эти все постройки. Может быть, там столько сундуков и не надо, но мы посмотрим, подумаем. Что мы оставим здесь, чтобы собиралось, а что не будем. Мы можем пойти те сундучки позабирать. Ну и где-то здесь мы поставим, наверное... Давайте, да, вот так вот. Стол для разбора и один сундук для того, чтобы складывать туда барахло, которое у нас с этого разбора и будет получаться. Но придется, да, походить немного тут. Наверное. Ну, потом, если что, переставим, где у нас будут все шмотки собираться, накапливаться. Давайте света немного добавим. И теперь нам надо все это дело запустить, естественно. для этого мы используем логическую схему, схему задержки, закольцевав все это безобразие. Давайте где-то мы здесь поставим рычаг, например, включим его сразу. И вот таким вот образом мы запитываем логическую схему. рядышком ставим схему задержки, которая будет говорить, что раз в секунду пора бы выключиться. Только мы, наверное, не той стороной ее поставили. Вот так вот. Да. и теперь отсюда мы проводим питание, собственно, по всему вот этому маршруту. Единственная проблема, что может быть генератор будет дольше, дальше в смысле работать. Ребята в комментариях писали, что генератор такое же количество предметов запитывает. Давайте сейчас проверим, может быть все-таки есть в генераторе смысл. Но у нас уже как минимум некоторые буры работают, включаясь там раз в секунду, да, и они бы уже могли перетаскивать предметы. Так, генератор давайте сделаем. Хлеба тут набралось. Хлеб, наверное, дешевый на продажу, да, будет неинтересный для нас. Так, генератор вместо, да, вот так вот поставим пока. Ну-ка. О, да, действительно, генератор просто запитывает большее количество. Ребята мне в комментариях писали, что одинаковое количество, что рычаг, что генератор. Но все у нас работает, нам хватило одного генератора, чтобы, да, все это дело подключить. И у нас уже вся эта система работает. Мы можем сделать еще например, поставить вот сюда сундук и выкладывать барахло, например, которое захочется провести через эту систему. Ну, это можно сделать, да, тут оно, наверное, нам и не нужно вовсе. Ну, сундук я имею в виду с манипулятором, из которого будут все вынимать на эту линию. Это можно сделать, если захочется большую стандартную сортировочную систему, да, то можно в принципе что-то такое организовать, где под каждый сундук будет свои типа предметов, да, для основной нашей базы. Где-нибудь вот здесь. И я в принципе хотел ее здесь сделать, но мне что-то кажется, что нам уже не надо. У нас есть все, что нам нужно, чтобы игру пройти уже. Поэтому, наверное, стандартную сортировочную систему я делать все же не буду. Но здесь сортировка нам нужна, потому что здесь очень много барахла падает. И сейчас надо с этим барахлом разобраться. Во-первых, здесь у нас в принципе, да, пусть вот это все будет. мы добавим сюда сразу перья, мы добавим сюда мох, например, мы добавим сюда вот это безобразие, грибы тут уже есть. Слизь, слизь, можно больше места для слизи сделать, например, больше места для грибов. Они, по-моему, по тысяче стакаются. Тут даже не по тысяче, а по 9999. По-моему, все предметы по 9000, ну, короче, почти по 10 тысяч стакаются, если я не ошибаюсь. Так, вот тут надо семена забирать. Что еще нам здесь нужно? Коралловое дерево это я здесь собрал? с фермы выпало, что ли? Можно больше сделать вот так, вот так. Здесь место для других семян оставим, которых у нас здесь нет. так. Потом я посортирую больше, пораскладываю поудобнее. Сейчас просто повыкладывать лишь бы мрачные штаны. Зелья, да, с грибов выпадают с больших. Вот так вот. место место для этого для деталей, потому что детали выпадают тоже постоянно. Место для вот этих вот штуковин нам надо оставим. может быть больше места для них оставим. Хотя бы две клетки. Три клетки вот так вот сделаем. Сюда пойдут наверное ключи. Нам место для ключей всех видов тоже надо оставить обязательно. Так. Вот так сделаем. Что еще тут лишнее? Штаны вот эти лишние. Ну можно вот так вот попробовать пока сделать. А здесь место для деталек вот этих. Ну потом я чуть получше посортирую может быть опять же. Сейчас просто чтобы избавиться от всего накопленного барахла. Вот это все мы разбираем. Череп. Ха. Вот это все у нас будет здесь лежать. Все что получается при разборе мы сюда будем складировать. Чтобы можно было сразу мрачные штаны я оставлю. не помню есть у меня такие или нет. все остальное можно скидывать и разбирать. Вот так с литочки. Эти фигурки мы оставим продадим. Так предметов. все остальное нам надо так. фигура пещерника о да для фигур нам надо наверное отдельный сундук тоже сделать потому что фигурки эти будут собираться тоже тоже тут в огромных количествах некоторых больше может быть может быть придется по несколько штук поставить я на самом деле да поставлю пока все этот сундук у нас чисто для фигурок будет фигурки стакаются это удобно поэтому для них можно выделить запросто отдельный сундук что у нас руды давайте руду я наверное в другой сундук распределю и вот эти штуки наверное тоже в другой хочу здесь сделаем вот так к примеру фигуркам так хлеб ладно хлеб тоже да пусть пусть собирается куда куда уже него деться так тайлы тоже мы наверное в отдельный сундук возьмем вот эти пусть как-то так будет меч выпал это для фигурок здесь мы наверное сделаем сундук для как раз тайлов всяких разных которые выпадают из мобов постоянно тоже нам надо куда-то их девать так меч у нас такой был 59 урона огнем при попадании у нас амулета такого не было я пока оставлю может быть оно и не надо но я оставлю так слиточки сюда все скидываем сюда здесь фигурка слизни еще вот эта фигурка что у нас кружка пещерников для ценностей тоже в принципе можно отдельный сундук сделать но мы наверное здесь пока оставим так нам надо заполнить наверное вот эти слотики пока что чтобы больше сюда ничего не падало чтобы барахло дальше шло по конвейеру выше так 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 идем собираем что еще у нас тут есть еще много кажется всего тут есть у нас да ну все наконец-то все забрали давайте сейчас пораскладываем то что у нас в инвентаре еще осталось вроде бы все так нам надо наверное сделаем действительно отдельный сундук может быть вот этот вот для разных типа ценных предметов ценных для предметов которые на продажу идут да так все остальное можем разбирать из того что есть ну вот это мы все оставим два кольца которые добавляют урон огнем вместе с ожерельем в принципе может быть полезно и интересно все-таки это ну сотня урона по большому счету да если взять и может быть если у нас да будет много уклонения с шмоток других то можно будет кольцо заменить на вот это все-таки тут тоже есть уклонение да и можно будет заменить вот так вот и сколько там нам надо добавить давайте прикинем 15 процентов еще улучшить если будут хорошо вот эти кольца улучшаться и вот если мы еще улучшим штаны поменяем может быть мы в 90 процентов выйдем когда мы стоим тогда это будет в принципе неплохая прибавка к урону 100 урона огнем от каждого выстрела плюс дополнительный шанс крита не шанс крита а дополнительный множитель крита по подожженным противникам это интересно это не очень интересно просто для коллекции оставим это у нас сетовые штаны на суммонера но в принципе система готова и теперь отлично работает здесь мне кажется что нет смысла подсоединять эту систему к основной потому что здесь не так много предметов в принципе собирается просто отсюда периодически нужно приходить там раз в несколько часов и разбирать вот это вот барахло которое ну именно по шмоткам да то что много места занимает и не стакается и потом тоже просто сюда все это дело скидываем и слиточки здесь фармятся вполне себе неплохо всякие разные дерево тоже можно сюда скинуть с другой стороны блин какая разница давайте все подсоединим в одну систему не будем заморачиваться это сделать тем более будет очень легко вот так и все здесь нам просто нужно место для новых семян пару видов может быть немножко распределим здесь нам надо место для кристаллов я думаю можно здесь оставить тут да всего лишь три вида а у нас один только окей тут у нас вот эти штуки собираются руда сюда ну и в принципе все мы мы все сделали походу да ну а шмотки будут идти потихонечку заполнять вот этот сначала сундук потом вот этот сундук и все остальные предметы которые да не стакаются которые мы еще не настроили чтобы лежали вот в этих сундуках они будут идти и раскладываться по вот этим сундукам и наша задача будет просто приходить периодически сюда забирать барахло которое можно разобрать разбирать скидывать сюда ресурсы и в принципе тут все готово вот такая вот хитрая система сортировки у нас в этой игре возможно и к сожалению на этом серию мы будем уже заканчивать серия покороче немного у нас тут я хотел только с сортировочной системой с этой разобраться потому что тема такая ну довольно необычная да система сортировки такая очень странная при помощи буров вот но что есть то есть в этой игре да и теперь можно будет эту ферму оставить на более продолжительный период времени и не париться насчет того что потом когда я приду придется миллиард вещей сортировать да и думать что с ними делать теперь все это дело само будет сортироваться по сундукам нужно будет просто приходить и разбирать шмотки которые да не стакаются и все вот в принципе удобная такая система получается более-менее единственное что жалко что нельзя проходить здесь насквозь через вот это вот все было бы если можно было вообще просто супер вот и в следующей серии мы уже пойдем дальше прогрессировать по боссам у нас в принципе все есть мне кажется надо еще зелья немного наделать может быть еды чуть получше и у нас в принципе все есть чтобы дальше идти по боссам и двигаться к завершению в принципе логическому этой игры но посмотрим может там сложные боссы будут может придется пофармить еду прям какую-то очень-очень хорошую сделать но в целом у нас да у нас есть эндгеймовый сет чтобы уже с 90% уклонения этого нам я думаю хватит чтобы чтобы пройти игру ну я думаю тогда может быть на самом деле придется что-то что-то думать другое но в любом случае посмотрим пока что всем спасибо за просмотр всем пока и увидимся в следующей серии